всем привет это видео влог 2 хаски сегодня на решил начать снимать этот видео влог как ни странно пока я один еще будет здесь постоянно курировать мой друг макс мы с ним друг друга мы любим рыбалку конечно любим друг друга но не так как вы подумали будем снимать здесь видео о рыбалке о том как мы ловим рыбу как мы пытаемся ловить как мы не ловим рыбу буду дальнейшем покупать экшен камеру почему сегодня начал снимать потому что сегодня тот день когда мы съездили с ним магаз магазин снегирь если быть точным купили там палатку 3t long теплообменник кресло хотим уже ехать рыбалку когда мы были в снегире нам мужичок очень круто все объяснил рассказал искал звонить в любое время дня и ночи инструкцию дал по поводу теплообменника то что его сначала прожечь там часочек баллон к нему кстати такие баллон там подходят и обычные баллоны газовые ну и прожжем печечку печечку и наверное 24 поедем на рыбалку с пятницы на субботу он стенка будет выкладывать сейчас стараться снимать что-то чтобы потом это все скомпоновать и вам это все показать приехал к максу во время 19 37 чтобы выгружать это все то что сзади и плюс еще разжигать протапливать точнее теплообменник чтобы он весь продумился я немного рано приехал макс еще не дома а здесь сколько у нас два метра здесь а да кстати да встанет горелку сегодня не будем продать протапливать это все палатка палатка выглядит страны как труп как будто мы вольнули человека и закатали его полиэтилен вот так сейчас еще полу принес фу но я говорю труп огромный подставочка все еще будем ставить посылочка из пакистана нам это сначала надо выкинуть мне кажется она просто не влазит она закрылась видимо мешает видимо нас не влезет сюда на не не влезет на да мы все-таки представили сюда короче у нас тут бошевский аккумулятор от honda fit максовской потом короче один шнур у нас идет на кулер для теплообменника дальше пошли 6 метров прекрасного провода и соответственно в диоды вот такие сейчас тут еще они вот так отключаются так вот ведь можно отрубить чтобы провод не повреждать постоянно крутить его как пока сюда закинули так пробуем свет вот так будет об все свет нормально я бы назад сделала чтобы блин они или прям в лунке вот в огонь ваще все отбой а место тут конечно еще от у меня еще место может по ящик поставить да тут место до хрена тут место вот сюда в корячить всем привет я еду забирать и холод другом сегодня наверно как раз будем протапливать теплообменчик лёв у нас на опеле привыкал короче вот он холод практик 2 забрали у нас тренером работает не захотел шпи снимал пенсане кстати сегодня где-то там не купил эти сани короче хочу найти 120 посмотреть как они будут если они слишком большие к нору возьмете поэтому пока еще поездим поищем здрасте вас сани есть ну не туда сани маленький да только я понял мне просто там для снегиря 3t long а какие лучше взять 120 да наверное или как 120 на 60 но я думаю брать или 100 на 60 лучше добавить осталось их найти эти проблемы короче я их нашел пятом магазине 120 на 60 на 25 чистой пластмассы шикарные влезли даже очень неплохо я думаю все будет будет пойду платить ага так как карте карте будем как скажет привет сегодня тот день когда мы не продавлен теплообменник будем делать сегодня вечер поедем в карусели на благо работает всю ночь закупаться я до сих пор катаюсь с санями потому что не вижу смысла их выбирать они здесь как родные лежат сегодня 23 февраля всех с праздником так что давайте купил резинок для сани 50 рублей штука здесь 50 рублей потратил купил пять штук так как фирма шнур эластичный 1,2 метра время 8 часов макс еще едет забрали его тачку с москвы сейчас поедем покупать пельмешки был сегодня в магазе купил давайте покажу такую вот леску 0,12 и 0,14 килограмм килограмм кормового мутыля плавки крючки вот такие прям вообще пушка мне прям очень понравился я вот реально думаю уже канал называть не две хаски а хаска просто потому что это хрень я один все снимаю завтра я думаю и сегодня вы увидите второго нашего героя жалко я не начал снимать там на полгодика раньше там на год мы были в бармено это вообще эта история я не знаю очень 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 эпичная рыбалка у нас была как мы ездили в мумру это астрахань там была очень крутая рыбалка ну там на базу и там есть свой тоже прикол это отдых отдых очень я вот если бы выбирать между там поездкой допустим в ту же муру еще раз или там на какие-нибудь мальдивы с друзьями я бы выбрал сложный вопрос я думаю я бы подумал да и ну не буду и оставлю это в секрете от вас куда бы я поехал ну куда-нибудь я бы поехал да так мы в карусели у нас будут закупки гос я не знаю мы идем наш любимый отдел колбаску такой зел нормально ты икры хотел ли да да ладно просто любишь икру со стра с оплесинками я еще не кстати смотрел про икру если икра лосесевой написано икра киты то это ок не не имеет права короче смешивать производители разную крутом с разной рыб ну разных пород рыб там допустим горбуши кита никак не может быть либо либо горбуши либо кита короче ты выбирай икру а я пойду найду пельмешки тут вот эти вот такого возьмем да наверно ты так много любишь хлеба ты не смотрел при передачи про хлеб какой-нибудь я вот только про икру поэтому не знаю какой хлеб выбрать нам нужен чайник да нам нужен чайник прям за чайником о смотри я нашел у нас же модная палатка смотри какой вот он наш родненький чиничочек кстати давай его и возьмем бараночки короче понимаете да зачем мы едем пожрать как есть они большими не поменьше каким-то корнишончик ну бери дядя ваня блин но дядя ваня стоит очень дорогие вот я мужичок говорит бери внимание надо уменьшать ассортимент в каждом магазине чтобы одна банка огурцов одна банка помидор один черный хлеб потому что мы вот минут по 5 тупим в каждом месте эти говорю не крутые убери бери бери по какому они там сделаны в рецепт по берлински где-то бы это услышал охренел десяточек мало ну действие плюс наш 24 тыс берешь окске самые нормальные я тебе говорю как профессиональный муж профессиональной кондитерши самые нормальные яйцовские на начало чем брал скажи на бутерброд на бутерброд смотрел петь 0 не ел они пушку очередной непростой выбор макароны давай обычный макароны возьмем ракульчик ракульчик берем ракуле все ура мы закончили мы закончили о чем туда идем а экономия главный инженер механик уксом прикольный поставим не не ушел ну нифига как бегающих типов после горелку так надевается на ножке так ну чё делаем они разного размера одевай смело не ошибешься туда не знаю он здесь потрогай все четкое вот так как джонс банди работает пока не тепло начинает потихонечку дымить вот прошло минут пять уже такой приятный теплый воздух сейчас попробуем выкрутить на максимум вот ее максимум считается ну вот печечка такая уже теплая прям обжигает даже я бы сказал ух ни хера себе я обжигаю то есть видимо здесь трубка проходит здесь еще не так здесь прям уже прикольно в палатке я думаю вообще комфортно копейка даже очень вместительная жалко не видно я думаю сейчас все отлично влезет мы загрузились время 23.22 завтра в 4 подъем 4.30 я у макса грузим оставшуюся хрень и едем очень кстати удобно можно так ехать мне прям нравится но в принципе я думаю будет даже хуже тут еще даже можно человека как засунуть завтра я буду бодр и полных сил наверное давайте время 4.35 я в тачке уже купил себе прекрасный напиток вот сейчас едем она такая классная я так хочу спать ребята все запихал там даже есть место для еще одного чемоданчика поэтому все влезло еще чуть-чуть можно закинуть увидимся в журнале добрый день я забыл сковородку у нас начинается снова шопинг как мы любим с Максимом сколько там 1350 больше нет дешевых сковородок тут есть офигительный окунь давайте это набор да прям нормально да ну да а во ничего себе у нас будет депозит у тебя нет депозита нет депозита ладно все покупаем ну вот особенно мне нравится конечно покупать почему потому что все делится на 2 прекрасное свойство все мы практически готовы осталось ехать минут 15 и мы на Рузе на Руду сегодня будет много просто милашка битком забита покажу ну что погнали тяжеловато такая нормальная тренировка но тут у нас палаточный городок и вон там у нас палаточный городок а мы идем вон туда за палаточный городок прям все уместилось все круто лед очень тонкий первый форс-мажор нам редуктор не нужен тут все он закручивается бля это у нас шланг который прикручивается к баллону криво закручивается и он весь прокручивается поэтому сейчас я еду в магазин ты кстати можешь если что там это лунки там пока там нужно где-нибудь еще сделать поеду я за рукавом уже позвонил в один магаз Big Mac вроде как один есть сейчас поедем посмотрим печаль и вообще грусть менять этот долганный шланг пропускается баллон сначала крутили крутили он короче пропускает потом видимо не знаю может макс прокрутил его вообще короче резьба там стружка прям очень некачественный рукав поэтому лучше его сразу менять я думаю кто покупает вот такую горелку потому что ну нам не понравилось может нас такое может быть нам не повезло вот сели короче на семи сорока метрах до одиннадцати пару луночек сделаем с паровозом похожу так друзья я съездил в магазин приношу свои извинения снегирю у них очень качественный шланг сейчас я расскажу вам в чем же проблема вот видите здесь такая вот железная штучка вот это переходник ну вообще сам сланг для стального баллона потому что у стального баллона сам вход шире и получать а здесь он уже получается сталь об сталь тёрлась соответственно сифонила не оставь оставь тут две прокладки а зачем две а потому что она это тоже не заходит сюда ну я думаю да смотри нет стой макс вот опять же ты такая же хрень видишь здесь сталь и здесь сталь она будет прокручиваться сюда надо поставить обратно давай то есть это здесь такое же отверстие да 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 но здесь мы сейчас сделаем мы попробуем так закрутим можно конечно без нее попробовать но мне кажется она посерьезнее выглядит да а здесь видишь какая здесь прокладочка нормальная она вот не видно этой железяки то есть все должно здесь как раз быть что-то сильный он сказал не крутить потому что можно опять ну все отлично ладно пока отключаемся так друзья мы его подключили оп вот что там поклевка была вроде вот все все подключено все работает переходничок спас на самом деле нас что привалил настроение переходник да переходник выручил так что если берете композитный баллон обязательно берите переходник потому что без него на композит вы не оденете шнур от снегиря газовый у нас обустройство оп извините обустройство идет у нас снасти места хватает кстати да под боком здесь у нас будет потом икеевский столик там шкафчик там погреб там погреб да одели накидку сверху пошел дождь вот Макс поймал уже одну платвичку залетную и и ерша ну у меня сегодня первая рыбеха маленький судачок сейчас мы его благополучно отпустим вот и будем ловить дедушку судачка хе-хе-хе поймал на золотистую тульскую мормушечку вот такой красавчик все дружище давай он не хочет уплывать он не поймет куда им плыть все пока пока да у меня там семейство окуневых в лунке стоит вот сейчас на стоячку взял окунёк у нас тут видите какая штукенция просто пушка сейчас будем жарить ишенку что закидывай за колбак так и прям все четко ребята давай давай а давай окске а вот этот что-нибудь показывает ну да он попикывает ну сейчас вот у меня было еще я поймал окуня и было еще две поклевки но я что-то так и думаю тоже окунь оп вообще знаешь это его мечта была вот она он мне зудел полгода потому что он хочет пожарить ишенку в палатке в ломни да ты пили вчера пельмени так давай не будем а грустно запить хатку и я решил их оставить дома я забыл про них что время 1 час да 20 час на улице ливень бешеный по два окуня Макс поймал одну неплохую мерную плату сидим грустим поклевок что-то нет закормили опять второй раз это Макс убийца убийца плотвы там леска я не знаю ее даже не вижу микро-микро мормышечка она ее очень долго опускает у нее вот еще много поклевок с ногу когда мы с ним ловили и я вот глядя на него сделал такую себе чуть-чуть погрубей но тоже с очень легкой леской 0,8 и тулицкая мормышечка золотистая вот на нее у меня сегодня все поклевки на поплывал в грусти тишина сегодня она даже не шевелится вот так у нас нахолод макс там подушечка есть время снасти переделать да есть время подумать о жизни клево нет тут клубки молчат на улице я не знаю давайте покажу там ураган там все грустно ну сейчас даже полегче уже там стало макс я пошел искать рыбу вот я не рискнул мне мне лень мне тепло мне хорошо печечка работает ну поймал ерша двух окуней и судака макс поймал одну плотвичку и ерша лёша который вот как раз там свет делал он поймал ерша судачка тоже кстати отпустил его такого же примерно размера и окуней сегодня посидим на семи метрах семь с половиной может быть ночью выйдет там лещок на эту глубину вот они не они они все ну Так, сколько у нас времени? Не надо вместе. Короче, время идет в 4. Макса мы потеряли. Он пошел ловить на глубину. Ну, вроде там поймал двух подлечек. Так, начинает потихонечку что-то клевать. Ну вот, пару окуней поймал. Платвичек сейчас. Вот так вот. Покажем. Ну, мелочевка вообще, мелочек. Сейчас буду опять закармливать. Сейчас буду закармливать. Этим мотылям много. Кормим. Подмосковный, самый лучший. Это Люберецкий? Матейщинский. Матейщинский. Смотрите, у нас какой... Я тут в Максе делал подгон. Термос. Вот такой, смотри, червяк, короче. Тут такая вообще красавица, рыбка. У меня батек рисует аэрографию. Такой термос сделал. Две крючки. Да, что там сыпет вообще знатно. Да, там да. Как будто самопогода говорит, ребят, сидите. Смотрите, у нас еще есть какая удочка. Артуда. Чемочек клевая. Да, прикольная удочка. Все очень качественно сделано. У нее еще есть такой, вот здесь магнитик. Вот, и с ней идет такой значок. Вешаешь значок себе на грудь. И вешаешь туда артуду. Кормить будешь? Да, конечно. Пора кормить. И пить чаек. Ммм, с лимончиком. Начались какие-то движухи под вечер. Сколько время? 18.26. 18.26, ребят. Я поймал первого подлещика на поплывок. Очень тепло. Ну, свет прекрасно работает, если вы видите, да? Ну, вот, что-то стихло, на самом деле. Сейчас охот просто там разрывался. Прям видно было в зуме, как... Ну, это не, это... Чертяги упали. Ну, если что-то будет клевать, мы обязательно вам покажем. Ну, что, ребята? А у нас? Пропилага. Вон, Макс полы моет. А что делать? Рыба, что-то там, вроде как, поехал, кстати, в пол воды. Макс на шайбу ловит. Тульскую, да? Или какая у тебя шайба? Хоккейная. Время двенадцать. Где-то. Вот, как он был. Ну, спокойствие. Хотя вот на улице жесть творится. Бешеный ветер. У Лехи унесло палатку, мы ее благополучно спасли. С Максэ. И в холоду рыбу ходят. Подъемов не было. Может быть, там пока не дали команду кушать. Друзья, второй день. Наши замечательные рыбалки. За прошлую ночь мы поймали ноль рыбок. Сейчас мы готовим макарошки. Время уже где-то двенадцать. Короче, мы переехали на глубину. На метров десять. Я пошел ходить сегодня по лункам. И вернулся на старые лунки, где мы сидели. Да, у нас вода кипит. Сейчас надо делать макарончики. И на старых лунках отлично поплевала плотвичка где-то час. Поспали сегодня по два часа где-то. Дико перестали. Остается только веселиться, что еще делать. Когда-нибудь льет. Ладно, благо мы что-то поймаем. О, Леха, Леха. Ну что, как у тебя там? Ну, ты чуть тишина вообще. Все, тишина. Ну, мы сейчас похалываем там. Ну, вот кушаем. И сейчас тоже вам жарить. Дай что-нибудь. Вам жарить. Это не про нас. Вот так вообще. У нас тут... Красота. Красота. Что, толща ничего не делала? Мне кажется, я назову наш канал «Готовим на природе». Теперь готовим сосисочки. Ну, а что делать, если рыба не приедет? Будем жрать. Правильно? Правильно. Вот сегодня там плевало. Мы переставили палатку, пошли туда. И был дикий ветер. Перекутывались куча сностей. Ну, вот наловилище. Что-то там поймали. Что-то даже плевало. Латвичка. Вот, весь наркотик будет, как обычно. Возле это там в начале. Здесь народу гораздо меньше. Даже есть те, кто ловит. Всякую витрину. Ну что, цель рыбалки достигнута. Палатку затестили. Палатка хорошая. Понравилась. Единственный минус громоздкая. Машина под нее нужна поболее. Ну и плюс вес, да. Далеко не уйдешь. С теплообменником, с палаткой, с баллоном. Пол, два кресла. Все очень много получается. Ну, с таким грузом, в принципе, на километр. При хорошей погоде. Вполне, вполне. Если, да, снега мало. Ну, с какими-то легкими перекурами. Можно уйти, да, в принципе, да. На километр, ну, там, я думаю, максимум на два. Хотим сказать, что теплообменник нам не очень понравился. Да, не понравилось, что он воняет. Пахнет, да. Как бы, да, сказали, что нужно его обжечь. Вроде там обожгли. Ну, все равно. Может, там обожгли как-то не так. Я не знаю, там, может, его там надо сутки, блин, обжигать. Но, по факту, у нас целый день он работал. У нас следующий день все равно бы вонял. Да, запах был неприятный. Запах неприятный, да. Постоянно проветривали, из-за этого температура палатки падала. И было немножко некомфортно. Хотел сказать, что, да, если вы приезжаете с палаткой на лед, то не сразу ставьте палатку. Попробуйте найти место. Сверлите там унок по пять, кормите там на разных глубинах. И ищите рыбу. Сель рыбалки. Побухай. Может, далеко не ехать там, вон, во дворе поставить. Да, Анатолий, ну иди на ручки. Пойдешь на ручки? У нас есть такая кошка, смотрите, крутая. Кот. Это кот. Го. Когда-то. Так что, если вам понравилась кошка, ставьте лайки и подписывайтесь. В дальнейшем, думаю, у нас будет какой-то план работы. Один будет идти на... Когда нам будет, да, уже по полтиннику, ну, то мы будем по делу уже говорить. Видео у нас пробное. Пытаемся понять, как канал будет двигаться дальше, в каком направлении. Учимся. Смотрим на себя с стороны. И ржем. Вырезаем слова паразита. Которых очень много пока у нас. И учимся не материться. А это очень сложно. В дальнейшем, я надеюсь, у нас будет больше видео о самой рыбалке. Именно как мы ловим, как у нас какие-то происходят поклевки. А может, по факту, ни одну рыбу даже не достали. По факту, она просто, вот я вот показывал. Но я просто к рыбакам подходил, скажу, дайте огонька мне. Подписывайтесь, если вам понравилось. Ставьте нам лайки. Планируем следующий выезд в марте. Куда поедем? Или туда же, на Рузу? Или на Яузу? И если совсем... Психанем? Психанем, да. То поедем на Камчатку. С вами две хаски. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Оставайтесь на нашем канале и больше никуда не уходите. Пока-пока. Да.